Приветствую, итак, озвучиваю Дэвлог от 1 ноября 2018 года. Дэвлог посвящен 3D-художнице Тейл Ворсс, зовут ее Улькер Дикман. Дэвлог в форме интервью. 3D-художники создают облик того мира, который мы видим в игре. Главное кроется в мелочах. Часто этот мир оживляют не главные герои и впечатляющие сооружения, а повседневные детали, инструменты, предметы быта, одежда. Благодаря игровому процессу вы сможете почувствовать себя средневековым рыцарем. Однако, если вы будете одеты в спортивные штаны, а стены сделаны из картона, иллюзия разрушается. На этой неделе с нами беседует одна из 3D-художников, которые делают мир Маунтед Блад 2 Баннерлорд не только красивым, но и правдоподобным. Итак, вопрос, что входит в ваши повседневные обязанности? Когда я пришла в Тейл Ворс в начале 2012 года, мне поручили создать стандартную голову героя и ее вариации, которые можно было бы выбирать на экране настройки персонажа. Позже я занялась волосами, одеждой и другими элементами персонажей. Сейчас я по большей части создаю одежду, в особенности для женщин Каль Ради. Сначала я обсуждаю новый костюм со своим руководителем Озгером, а затем, засучив рукава, берусь за дизайн средневековой одежды. Сначала я рисую выкройки в Marvelous Designer, а на их основе делаю реалистичную одежду. Затем в The Brush я добавляю детали, такие как стежки и кружева. Последний этап работы над моделью костюма с малым числом полигонов происходит в Topogun. За ним следует наложение текстур и вершинная прорисовка для симуляции ткани. После этого я переношу одежду в игру и проверяю, правильно ли все работает. Вопрос, что вам нравится в Баннерлорд больше всего? Как художнику мне, конечно, больше всего нравится замечательная графика. Я очень люблю экран персонажа, где можно часами совершенствовать внешность своего героя. Кроме того, мне нравится бродить по красивым городам и поселкам, сидеть в таверне, слушая средневековую музыку. Расскажите о самой сложной задаче, которую вам пришлось решать при разработке Баннерлорд. Труднее всего было добиться, чтобы одежда хорошо выглядела как при включенной, так и при отключенной симуляции ткани. Когда симуляция ткани включена, одежда должна быть достаточно просторной для движения персонажа. Например, слишком узкие платья или платья с прорезями будут открывать части тела. В то же время, при отключенной симуляции ткани, слишком просторная одежда будет выглядеть картонной. Найти золотую середину не так-то просто. Над чем вы работаете прямо сейчас? Сейчас редактирую свои старые модели одежды, чтобы они были совместимы с симуляцией ткани. Когда мы их только создавали, симуляции ткани еще не было. Какая фракция в Баннерлорд нравится вам больше всего? Баттания. Мне нравится их поношенная одежда и темная, загадочная атмосфера поселений. А еще в переводе с турецкого батуаны означает одеяло. И от этого слова сразу появляется ощущение уюта. Расскажите подробнее об экране создания персонажа. Сколько у нас свободы творчества? Например, можно ли менять рост и вес героя? Свободы очень много. Игрок сам решает, как будет выглядеть его герой. Есть ползунки для телосложения, позволяющие менять рост и вес персонажа. Не говоря уже о множестве цветов глаз и волос и, конечно же, вариантов лиц для создания идеального героя. Расскажите о самом интересном материале, над которым вам доводилось работать. А над чем работать обычно было скучно? Мне нравится создавать рваную, грязную одежду, потому что сама люблю серую, депрессивную атмосферу в играх. В этой работе можно дать волю воображению. Самой нелюбимой задачей для меня было создание волос. Очень трудно сделать мэш для волос, которые выглядят красиво и натурально. На это уходит очень много времени. Откуда вы черпаете вдохновение? Как правило, я черпаю вдохновение в телепередачах и фильмах о Средневековье. Кроме того, у нас в Тайл Вордс собрана библиотека книг по истории Средних Веков. Если я захожу в тупик, то обращаюсь к ним. Что ж, дейвлог подошел к концу. На мой взгляд, интервью было интересным. Напишите в комментах, что вы думаете по всему этому. Понятно, что информации дали, как всегда, крайне мало, однако про рост и вес довольно интересно. Кстати, мне лично интересно, моделька же у персонажа, который весит больше и у которого рост больше, она будет, по идее, больше. То есть, а как будет засчитываться попадание? Получается, будет выгодно создавать дрищей карликов, потому что у них моделька будет меньше, соответственно, по ним будет сложнее попасть стрелой и мечом. Или они будут иметь какие-то дебафы к доспехам, например. То есть, если маленькая масса, соответственно, он слабее, в то же время у него должна быть больше выносливость, по идее. Я не знаю, какой-то скам уже получается. Может быть, в общем, не знаю. Напишите, что думаете в комментах. Если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, строчите комменты. Спасибо за внимание.